Так, всем привет, с вами ДмГ. Продолжаем играть в Апакс Британика за Германию. В прошлой серии мы тут промышленностью занимались, исследованиями, изучали, что у нас тут как есть. И в целом у нас такая ситуация, что нам не хватает жутко политки и не хватает жутко военного опыта. И, честно говоря, я вспомнил, во-первых, что давайте мы будем тренироваться. Все-таки там не сильно дорогая дивизия, поэтому не дорого будет тренироваться нам. И, во-вторых, с политкой, смотрите, что мы можем делать. Я сейчас делаю себе агентство и будем внедряться в правительство. Это дает по 25 политки за где-то 120 дней, то есть еще в год 75 политки. Но это хотя бы будет что-то. И нам нужно будет избавиться на самом деле еще вот от этого. Я тут тоже поизучал между играми, между соцсетями точнее. И у нас здесь есть красные предатели, вот эти вот, которые убираются именно вот этими фокусами. Конечно, мы сначала закончим промышленность, восстановление обязательно, чтобы промышленности достроить нормальную. Но потом 100% будем заниматься вот этими штуками. Уступками мы займемся примерно никогда, я думаю. С такими расходами политки. Огромнейшие расходы. Мне это очень не нравится, что у вас нет опции от всего избавиться. Но в целом окей. В целом все еще окей. Ну и нужно готовиться к войне с Францией, Италией. И я так предполагаю России, раз у них тут, вон видите, бонусы к атаке против Германии, Британии и Японии. Видимо, у нас будет такой альянс. А у них будет, соответственно... Ну да, здесь то же самое. У нас с Британией, видимо, альянс будет. А, у нас еще и отношения с Британией, кстати говоря, отлично. Ну да, бывшие соединники Великой войны, собственно говоря. Скорее всего, будет вот такой альянс. Не знаю, Япония, судя по всему, с нами. Может, не будет вообще. И там по приколу такая офигенная дна. В любом случае, продолжаем. А вот наши добровольцы прибыли. Давайте им добавим авиации сюда. Пускай они формят нам прекрасный опыт. А здесь мы взяли себе вот эту штуку прекрасную. Мы получили палитку, сейчас ее сюда вот потратим. Что ж, куда мы можем... Сюда, наверное, пройдем. Приезжать традиционалистов. Собственно говоря, здесь есть реформисты, есть традиционалисты. Здесь, смотрите-ка, давайте пройдемся сначала по морским. Что вообще за выбор между ними? Здесь как бы авианосцы, и потом невероятный баф на авианосцы. Но, честно говоря, он, конечно, невероятный. Но здесь есть приятный баф. А сверху невероятнейшие бафы нашей просто морской промышленности. 8 верфей, 20 производительности. Остальное все пыль, но вот это это очень сильно. Дальше. Здесь у нас маневренная война или массированные штурмы. То и то мне не очень нравится. Как бы, да, здесь минус стоимость бронетехники, это приятно. Но на этом плюс-минус все. И здесь вот есть бафы на авиастромовую атаку. И затем еще просто плюс атака вот здесь вот. Опять-таки здесь плюс 10 атаки, но минус 10 арги и восстановление. А здесь плюс 10 арги, плюс 5 обороны, 15 восстановления. За 5 атаки. Выглядит очень даже нормально. Давайте пойдем сюда. Это тем более нам даст политку. Нам сейчас политка очень нужна. И потом, не знаю, потом пойдем по промышленности, как уже восстановление пойдет. И вот первые этапы восстановления завершены. Отлично. Давайте сразу... Сразу мне нужно это или нет? Давайте подумаем. Я бы хотел еще мобилизоваться, кстати говоря. Уже. Потому что нам сюда добавляем пехоту, и у нас уже кончается пехота. Это займет время. Потом займемся вот этими штуками. И потом уже будем заниматься вот этими штуками. Здесь видите стабильность. Я еще принял ивенты на политку. То есть, ну, я взял себе плюс... Плюс, собственно говоря, волнение, но за 50 политки. Потому что политка нам нужна, чтобы все вот это вот убрать. Ну, и наши дивизии сюда выдвигаются. Сделаем сразу авторизацию. Так, убийство в Вене. Открыл стрельбу в кафе. Человек, на которого напал, 44-летний местный житель Адольф Гитлера. Встречался от полученных ранений вскоре после нападения. Местный художник венской коммунехудожников служил короткий срок в Рейхсфере. С чего был вынужден найти в отставку из-за ранений. Студ попал не в ту временную линию. Восследователь следили серию фотографий, на которых были изображены люди за ключи проволоки и какой-то большой грибовидный взрыв. Встречался, заявил, что он не мог ошибаться в своих расчетах. Встрелил двух добравшихся офицеров из спрятанного автоматического пистолета и избежал из полицейского участка. Оставил кожаную куртку с несколькими личными вещами. Черное устройство. С ключом. Ага. Прикольно. Мы начинаем взламывать. Пожалуй, начнем с Франции. Потом... Потом, наверное, будет какая-нибудь Россия. Британия, так как наша... А, мы с паузем это сразу проходит. Ну да. Потом будет какая-нибудь Россия. Потом Италия. Посмотрим. И идем в традиционалистов здесь. Это есть. Давайте теперь обратно в промышленность. Вот сюда. Собственно говоря, слева выбор мне нравится больше. Тут опять-таки минус 15 ТНП. Потом плюс 10 ТНП. Но по факту, в самом деле, можно вот этот фокус не брать. Да, он нормальный, потому что в итоге вы приходите к нулю ТНП с ним. Что минус ТНП куча. Но можно его и не брать. Там всего лишь 10 эффективностей за 50 дней. Не так, что это и сильно. Но все остальные экономические фокусы мы, конечно же, попрожимаем. Начинаем пока радиоперехват здесь. И до второго агента. С второго агента мы начинаем фармить опыт. Фармить точнее политку. Технически можно фармить и опыт военный. В, собственно говоря, армию внедряясь. Но политка нам важнее. Так, герман-советский договор. Ага. И вот тут вопрос. А где это? Это в Баварии. В Баварии так большая. Давайте попробуем. Ролюн 10. И получилось. Ролюн 10. Приятно. Это есть. Давайте-ка. Постанавливаем экономику дальше. Собственно говоря. Вернув пакт. Вот о чем я и говорил, видимо. Случилось. Угроза Британии и Германии. Франция и Россия провозгласили свою дружбу. Ясно? Ясно. И нажимаем последние три кнопки. Вот здесь вот. И копим сотку на следующую кнопку. Кстати говоря. Давайте уже поставим себе профкорпус. Вот эта штука еще пять политки у нас живет. Пять процентов. Тем более надо ее пораньше отменять. И вот у нас еще одна ячейка. Давайте ее пораньше возьмем. Скоро будет сто политки. И мы себе полностью минус ТНП уберем. Кстати говоря. По фабрикам. Знаете что? Давайте достроим буквально вот эти вот. Пожалуй. А затем начнем строить нефть. Потому что нефти нам нужно много. Нефти и в принципе резины. Где-то так я надеюсь пойдет. Потом будем военные заводы полностью строить. Массовая депортация немцев. Суждаем французов за это. Что мы уже можем сделать? Пока что ничего. Но скоро все мы им сделаем. Итак. Устанавливаем экономику и смотрим что это. Это Франкфурт. Франкфурт. 40. Смотрите. Мне бы в Австрии поднять. Я тут еще подумал. В Австрии мне бы поднять. И потом нажать вот эту кнопку. Потому что за 125, 15 во всех. Это в 8. То есть это 80. Вообще солидно. 100-120. Получается за 125 политки. Это выглядит очень-очень вкусно. Эту кнопку нажать. Так что в Австрии я бы поднял. А в... Ну и за 175 снять 25 тоже. Выглядит прикольно. Так что я бы не против был бы довести везде до 50. Это Гессен. Подонятие Гессен. Гессенский. А где Гессенский, так сказать, товарищи. Ладно. Давайте плюс 15 берем. Хорошо. Вопрос. Где они? И за счет этого... Так. Культурное восстановление у нас сейчас закончится. И... У нас есть политка хотя бы за счет этого. Давайте продолжаем. Так. У нас здесь мы сделали, что хотели. Верно? Да. Мы призыв подняли. Давайте занимаемся теперь хикабинцами, пожалуй. О. Кстати говоря, минус 5 волнений дает нам. Так. А это можно уже переместить вот сюда, пожалуй. Чтобы помогать именно нашим дивизиям. В основном. И... Вот эту штуку так, что сейчас мы туда и выйдем. Только перед этим... Ну, точнее как. Сейчас выйдем сюда, потом возьмем вот эти два хокса. И дойдем вот до сюда, пожалуй. Так. А, нет. Это мы уже следовали вот сюда. И здесь тоже все замерилось. Балканская антанта пала. Окей. Кстати говоря, нам бы в палитку вот сюда бы выйти, честно говоря. Я был бы тоже не против. Там есть решения дипломатические, нам бы их подделать. Давайте даже сейчас это сделаем, потому что у нас есть какие-то решения. Надо бы их подожмать пораньше. Потому что мы сейчас к войне уже можем подойти, такое ощущение. Так. Противотанковые либо бронебоинность противотанковые здесь берем. Давайте поизучаем их фокусы. И... Вот оно. Покучит германик Германии. После 1 июня 1937 года. Ну, в целом, два года осталось до войны. Мы сейчас реально давайте-ка уже сократим постройку фабрик максимально. Вот так вот. Строим резину, и потом срочно надо строить военные заводы. Ну, и немножко вперед времени берем промышленные следующие техи. Так, есть промышленные разработки. И... Давайте все-таки ТНП заберем. Ну, что-то уж слишком сильно. 10 ТНП, верно? Надо брать. А потом пойдем в дипломатию. И можем за политку дальше. Давайте-ка, ринские кабинцы. И нам нужно побыстрее второй агент. Ну, вот сейчас мы его, да, получим. Супер. Если нам что-то еще что нужно взять здесь... Наверное, нет. Пускай наши фабрики строятся. Строят, по крайней мере, что-то еще. Мобилизацию мы уже, кстати говоря, закончили. А вот это все мы не смогли мобилизовать. Точнее, все заполнить. Ну, слушайте. Нам просто два фронта надо закрывать будет. Так. Да, вот я знаю, опять прикалывается. Но... Да, берем. Вполне не окей. И нам надо закрыть два фронта. Как я и сказал, это будет достаточно проблематично сделать. Артиллерия. Да, тоже пораньше, чтобы ее производить пораньше. Вот сюда тоже надо уже выходить. И вот с нашим термагентом мы уже начинаем внедряться в правительство. Поехали. Политка у нас копится... Ну, так себе, честно говоря. Но мы вот накопили на то, чтобы нажать вот эти все три кнопки и уже избавиться вот от этого дебафа неприятного. Вот это мне тоже хотелось бы убрать до все-таки дипломатии. Потому что два скорости строительства и десять... Десять объемов, опять, максимальной эффективности. Это очень много. Надо от этого избавляться, от этих дебафов. И можно, кстати говоря, пайки еще уменьшить. Потому что их и так мы делаем слишком много, я бы сказал, по моим ощущениям. Так. Льзаский есть, Чешский регион есть. Британия нас поддерживает вперед. И мы на это потратили просто тонну политки. Господи. Еще и беспорядков дофига. Неприятно, конечно. Но мы хотя бы тренируемся, получаем опыт армии. Таня победила в орбитальной войне. Ага. Нам бы вот эту кнопочку нажать, верно? Потому что... Тогда смотрите, у нас удешевеется производство автоматонов. Красная музыка. Вот. И нам их надо производить прям очень много. Так. О! Астерийские волнения. Это то, что нам и нужно было. Наконец-таки именно они прокнули. Мы можем за 125 палитки везде на 15 уменьшить. Нам это надо. И теперь давайте все-таки займемся вот этой вот дипломатией. И я думаю, из наших вот этих моторов мы сделаем обычную пехотную дивизию. Пускай они просто будут иметь очень много опыта. Ну, сейчас говоря, уже не так, что и много. Так. А в аварске в волнении можем ли мы себе позволить? Слушайте, да. Потому что политка очень нужна. Сейчас посмотрим, что у нас за дипломатия будет. Я подозреваю, что на нее нам тоже нужна будет политка. Потому что политки нас душат просто, ну, невозможно. Так, кстати говоря, заканчивается первое внедрение прессиста, которое мы сделали. Отлично. Давайте продолжаем теперь в Италию. Тоже нужна нам там политка. И смотрите, это мы сделали. Да, нет, пока нет. Это, кстати говоря, тоже было бы, наверное, приятно нажать. Но не сейчас. И давайте выйдем вот сюда. В Рженштета, в огневую мощь. Возьмем себе минус стоимость артиллерии. Потом еще будет у нас баф на атаку артиллерии и на просто 10% прорыва. Здесь нам пока, я даже не знаю, инфраструктуру можно было бы вот здесь вот взять. Но по ощущениям мы можем пока потерпеть. Или нет? Я думаю, да, можем взять все-таки. Так, а здесь мы копим политку. А, вот, смотрите-ка. Это как раз кидание. Давайте нажимать. О, здесь до 1 июня. Надо нажимать. Договор есть с Венгрией. Можем сделать, я так понимаю, ее нашим союзникам. Стоимость венгерских ресурсов для нас будет снижена. Нам это не нужно. Та-та-та. Получить у нас гарантию против агрессии со стороны Франции или России. Договор с Румынией мы не можем сделать. И этим тоже, ребята, мы не можем сделать. От Венгрии мы можем и Югославии ультиматум отправить. Что ж, давайте посмотрим вообще, какие там ресурсы есть. Вот здесь вот. И я не вижу никаких ненужных, кстати говоря. Здесь есть немножко хрома, стали, алюминий. Алюминий нам. У нас хватает алюминия, стали. Но, господи, куча всего очень... Просто была бы большая иконка ресурса, было бы отлично. Рома типа нужно, там всего лишь 9, это пыль. Так что нет. Нам это неинтересно. Скорее всего. А вот ультиматум Югославии звучит интересно. И давайте, знаете, что мы сделаем? Сюда назначим нашего вот этого генерала. Потому что он у нас боевой достаточно. И давайте-ка по-быстренькому попробуем... Вдруг там будет война? Почти ультиматум Югославии. Поехали. А в целом даже не против войны. Подкачать еще большую свою армию. И самый главный опыт. Так, следующий у нас шаг. Это сомнительная поддержка Шлезвика Гольштейна. Так, формальный союз. О, что? Опять война Югославии? Окей. Бродинбургские волнения. Это... Слушайте, это нам не очень надо. Не повезло в этот раз. Пока что много повезло. Ну да, давайте только единственное. Сделаем вот так, пожалуй. И сделаем, пожалуй, вот так. Этих ребят пока отсоединим просто. Ну и, конечно, сейчас сюда авиации побольше перебросим. Чтобы она нам тоже здесь помогала. Ну типа вот так мы уже более-менее готовы. Еще вот так сверху накинуть. Мы точно готовы к войне с Югославией. Сейчас арга все остановится. Укрепление остановится. И мы готовы уже. Кстати говоря, у нас союз с Британией все-таки есть официальный, видимо. Ну и что ж, поехали. Так, вы только тренироваться здесь прекращайте, пожалуйста. На всякий случай. Так, и как у нас здесь успехи? В воздухе все прекрасно. Нету самолетов в Югославии. На земле все. Ну, на уровне я бы сказал. Окей. Пойдет. Пойдет единственное. Знаете, что нам нужно было сделать? То есть, 100% все сделать прямо вот уже. Это вот эта вещь. До обоснащения все-таки надо. И слушайте, на фоне этого нам бы сделать вот так. Честно говоря, даже, наверное, вот так. Скорее всего. Потом только так. Вы пока что... Стоп. Далее. Сейчас как мы все это будем делать? Чтобы именно эта армия пополнилась первым. Вы сюда. Вот так. И приоритет на пополнение есть. Отлично. Все. Так, а вы прекращайте тренить. И вы, пожалуй, все тоже прекращайте тренить пока что. Надо ручной поджимать. И подземлять вот так. И... И вот так. Отлично. Так, все. Вы постойте, чтобы... Получить, собственно говоря, себе инженеров. Испания присоединяется к паку. Ну, вот еще Испания на их стороне. Интересно, кто зайдет в следующем. Так, вот это нам тоже, думаю, надо. Блин, 50 политики неприятно. Но 10 макс эффективности и 5 базовые. Это нам прямо очень надо. Еще даже не постесняюсь здесь дообучить войска прямо на линии фронта. Ну и слабываем тут Россию, Испанию и Италию. Что ж. Ну и теперь, когда они заринпортились уже нормально, можем мы идти вот так. Политика очень медленно идет еще из-за войны, я так полагаю. Нажал я уже кнопочку на Шлезвик-Кольштейн. Собственно говоря, у нас в теории должен открыться фокус, наверное, на Дании. Если я правильно понял, как это все работает в этом моде. И стоит докачать вот эти штуки, пожалуй. У нас сейчас некоторые минусы, но они все закроются. Тем более мы потом еще поменяем немножко нашу общую дивизию. Слушайте, ну пока не открывается Дания, странно, но ладно. Давайте теперь вот сюда, в армию, собственно говоря, мы как раз подправим себе опыт в армии, чтобы потом в теории сменить вот эту штуку на вот эту. Хотелось бы, конечно, вообще вот до сюда дойти, но это 300... Опыта армия? 300 же? Нет, это 350 даже. Не знаю, если мы столько накопим. Мне нажимать щитки, это даже неплохо, они сейчас... А вот чане, слушайте. А вот это чане. Собственно говоря, отлично, ультиматум пускай подъезжает. А мы туда давайте какие-нибудь еще дивизии отправим. Вопрос только какие? Ну, здесь есть немножко. Я бы не стал про это слишком много. Вдруг какие-нибудь французы на это что-то ответят. Ну, так вполне. А вот у нас снилось уровень бедности от наших промышленных реформ. Это солидно. Далко политки. Господи, 036, как же мы страдаем. Как же нам безумно нужно вот эту штуку делать? Так, здесь мы это сделали. Давайте еще на всякий случай криптологию апнем, чтобы нас не взломали к войне. Так, ну здесь мы... Слушайте, они щитком, видимо, все свои дивизии, собственно говоря, и истощили. Ну, я не против. А этим временем неплохо такой опыт он уформил, как минимум на первую военную реформу. Нормально. Это позволит нам создать побольше триподов. И мы уже почти закончили с нефтью. Надо срочно, господи, прям безумно срочно, застраивать с заводами военными. У нас открылся немецкий век. ПТНП, стабильность и ресурсы. Нормально. Нам это подойдет. Ой, значение дает Гольштейн. 10 стабильность, 150 палитки. Господи, как же это купилось. Это прекрасно. Общие ступки по автономии. Это вот эта штука. И да, давайте так и сделаем. Хотя можно дождаться вот этой штуки. 50 волнения. Мне нужно в Австрии поднять до 50. И в Ганновере, господи. Ну это если пробнутые венты. Давайте чуть-чуть подождем, если пробнутые венты. Хотя бы на одной что-то. Можем ждать, потому что это очень жестко. Хотя и это приятно. Ну, блин, 25 во всех за 175 это просто космически выгода. И нам бы поставить вот этого парня тоже. Поэтому давайте вот сюда пойдем. Ставим все парня на опыт. И продолжим фармить наш опыт, собственно говоря. А, и вот эти тоже. Опыт нам поднятие опыта. Так что давайте уже их назначим. Нужен максимум опыта, собственно говоря, наземного. Так что все, что можно на наземный опыт, все мы берем. Вот все, мы победили. Здесь автоматический скриптовый мир. Здесь миры, в принципе, такие скриптовые. Меня это более-менее устраивает. Здесь нам прокачать особо нечего. Автомехи бы третий. Точнее, ну да, вторый. И армия готова, обратно возвращается она. Отлично. Мне это все устраивает. И давайте-ка закажем сразу еще сюда пехоты. Здесь они сдались. Нам нужно ее всю как можно быстрее теплоить. Но нам, по факту, не хватает именно военных заводов, которые я чуть поздновато начал строить, честно говоря. Все это уже проблема будущего у меня. Вот. А с вами, ребята, был Допгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.